Вечер смотрите в нашем выпуске. И светят, и звучат. В Ульяновске старые светофоры меняют на новые, современные. Выполнить суточную норму до выпадения росы. В регионе уборка зерна выходит на финишную прямую. Ульяновские кардиологи достигли новых высот. Поднялись почти на 6000 метров над уровнем моря. В Ульяновской области школы готовы к новому учебному году на 100%. Об этом доложила региональный министр образования, федеральное ведомство. Последние штрихи остаются всего в нескольких учебных заведениях. В одном из таких, Тушнинской средней школе, побывала наша съемочная группа. Единственная школа на всю Тушну почти готова принять учеников. Новые полы, потолки, кровля и даже батареи. Теперь десятилетка соответствует всем современным стандартам. Это будет отремонтированная современная школа с современным оборудованием. Абсолютно уверена, что детей обучает и воспитывает не только образовательный предмет, не только педагоги, как наставники, но и образовательная среда, которая вокруг. Поэтому, зайдя в новую отремонтированную школу, мы думаем, что ребенку будет учиться комфортнее и успешнее. Кроме внутренней отделки меняется содержание школы. К каждому этажу отведено определенное направление – национальный парк «Сингелеевские горы», экологическое и патриотическое воспитание, литературная гостиная, профориентация, волонтерство. Наша школа уже летом вступила в РДШ «Российское движение школьников». И мы очень гордимся тем, что именно наши дети пойдут на первый фестиваль. Это коллектив, родители. Мы готовы меняться. Самое главное, что внутренне мы меняемся и будем все это осуществлять. Во время визита в Сингелеевский район Тушницкую школу в рамках государственной программы развития образования посетил и Сергей Морозов. Губернатору предоставили план и ремонта, и преобразования. Глава региона, в свою очередь, предложил дополнительно благоустроить площадку перед учебным заведением. Школу успеваем, да, 1 сентября открывать? Да, да, конечно. И мы бы как раз 1 сентября согласовали бы и под это планировали финансирование. Здесь бы поставили освещение дополнительно, чтобы здесь и светло было и утром, и вечером. Хорошо. Потому что раз больше площадок детских нет, то, наверное, сам Бог велел здесь сделать. Это не единственное образовательное учреждение Сингелеевского района, куда были вложены бюджетные средства. Незадолго до Тушницкой школы серьезно была отремонтирована Шиловская школа. В детский сад «Березка» в районном центре тоже определены деньги. Работы в самом разгаре. Ирина Силкина, Наталья Степанова, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Из Сингелеевского района. Почти 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали ульяновские аграрии с момента начала уборочной кампании. Средняя урожайность в этом году превысила 33 центнера с гектара. Вместе с тем в нескольких районах губернии приступили к севу озимых культур. Один из лидеров по формированию регионального зернового фонда – Чердоклинский район. Из местного фермерского хозяйства наш следующий сюжет. Чердоклинский район. С 7 утра. Комбанеры выходят в поле. Пока не ляжет роса, необходимо выполнить суточную норму. В среднем планка по сбору урожая установлена на отметке в полсотни центнеров зерна с гектара. Убираем быстро. По 30-50 гектар в день где-то. 300-30-50. Урожайность 50. Оно поле 59-53 дало. Каждый год преподносит аграриям свои сюрпризы. 2017-й, например, стал едва ли не самым дождливым за последнюю десятилетку. Пришлось перекраивать график. В итоге успели. Не верстали. Сегодня собрана одна треть от установленного плана. Хозяйство убрало яровую пшеницу, озимую пшеницу с площади 1934 гектара с урожайностью 50 центнеров с гектара. На данный момент уборка ячменя осуществляется с урожайностью 40 центнеров с гектара. Развивают в местном фермерском хозяйстве и животноводство. Недавно появилась родильная на 250 голов. Возвели доильный зал на 40 мест. В заделе два поменьше. Параллельно монтируют телятник на 300 и коровник на 600 единиц скота. По этому году еще планируем еще два здания поставить таких же на 600 голов. И на следующий год еще два здания по 600 голов. Общая мощность нового комплекса будет ориентировочно на 3700 голов. Аграрии отмечают, активная фаза уборки продлится еще пару недель. Погодные условия благоприятные. Возрождение, собирая урожай, параллельно готовится к посеву озимых культур. Начнется он в конце августа. В общей сложности в региональный зерновой фонд по плану поступит 10 тысяч тонн ржи и 29 тысяч тонн пшеницы. Артем Петров, Вести, Ульяновск, из Чердоклинского района. В Ульяновске установили пять новых светофоров. Такими дорожными световыми сигналами оснастили перекрестки проспекта Нариманово с улицами Мичурина, Зоя Космодемьянская, Любови Шевцовой и Декабристов. Более того, светофоры оборудованы звуковыми приборами для пешеходов-инвалидов по зрению. Пока световые табло функционируют в тестовом режиме, при необходимости специалисты готовы отрегулировать их работу. Люди таким переменам на перекрестках обрадовались. Очень хорошо, удобно. Нужно было переходить через перекресток туда, чтобы перейти на ту остановку. А сейчас так хорошо все по пути. Удобно. Неудобно было, неудобно. А сейчас? Сейчас очень удобно. Спасибо. Светофор смонтировали и на перекрестке проспектов авиастроителей Туполева. Его планируется подключить. В ближайшие дни световые сигналы принципиально отличаются от своих предшественников. Отличие в самом конструктиве. То, что они приведены в соответствии с ГОСТом. Выполнены работы по выносу в соответствии со всеми ГОСТом и техническими средствами организации дорожного движения. Светофорных объектов над проезжей частью, то есть консольной части. На данной консольной части они спроектированы так, что на них в дальнейшем можно повесить доп. оборудование. То есть это дополнительные дорожные знаки, видеокамеры. Кроме того, на перекрестках проспектов Ленинского комсомола, Туполева и генерала Тюленева старые сигнальные табло заменили новыми. По словам сотрудников городской администрации, монтаж светофоров делают по программе безопасные и качественные дороги. В Сенгелеевском районе воплощают в жизнь масштабный федеральный проект формирования комфортной городской среды. Благоустройство дворов, общественных территорий и парков Сенгелеи местные жители ждали не одно десятилетие. С началом реализации программы дело сдвинулось с мертвой точки. Смотрите репортаж Марии Сафроновой. Двор дома номер 22 по улице Шевченко в Сенгелеи давно требовал модернизации. Жители сетовали на разбитые дороги и подходы к подъездам, полуразвалившиеся лавочки. После того, как в городе началась реализация проекта формирования комфортной городской среды, дворы стали преображаться. В данном доме мы проживаем уже 42 года. И вот до 42 года впервые нам представилась такая возможность улучшить свои условия проживания. Мы, конечно, рады. Работы ведутся. То, что пока возможность есть, они делают. К концу недели, говорят, уже положат нам асфальт. Жители сами решали, как облагородить свою придомовую территорию. Сейчас здесь асфальтируется дорога, расчищается территория под детскую площадку. После рядом с подъездами установят современные лавочки и урны, восстановят уличное освещение. Все работы ведутся с учётом мнений и пожеланий населения под строгим контролем. Мы встречаемся со старшими по домам. Буквально вот вчера у нас здесь произошла встреча. То есть мы советуемся, созваниваемся, как идут работы. То есть бывает так, что техника задерживается. Сейчас со старшими по домам определились в еженедельном режиме, потому что вот сейчас работы здесь ведутся. Много от многоквартирных домов заявок было принято очень. Естественно, конкурсная комиссия, в состав которой входили общественники, то есть общественные организации, депутатский корпус, провела отбор по существующим критериям. И у нас в этом году из 17 поданных заявок, 13 заявок многоквартирных домов вошли в программу, в проект. Данный федеральный проект, как пояснили эксперты, призван привлечь внимание именно населения, чтобы сами местные жители желали модернизировать и благоустраивать собственные дворовые территории. Мария Сафронова, Дамир Губеев, Вести Ульяновской, Сенгелеевского района. Уникальной возможностью видеть икону Исаакия Далматского появится у ульяновцев. Ради этого реликвия впервые покинет Санкт-Петербург. Соответствующие договорённости уже достигнуты с музеем Исаакиевского собора. Об этом нам рассказал директор Ульяновского областного художественного музея Сергей Жданов. Мы заключаем договор с Исаакиевским собором, с музеем. Кроме того, сейчас уже достигнута договорённость, и в Ульяновск приедет костяная икона, которую Александр II, икона Исаакия Далматского, которую Александр II дарил Исаакиевскому собору. Будут врата Исаакиевского собора, поэтому такие святыни, причём они первый раз покинут Санкт-Петербург и музей Исаакия. Сейчас мы договариваемся о сроках, потому что, конечно, это такие реликвии, которые несут в себе не только энергетику интересную православным, но и интересную всем ценителям искусства. Поэтому ожидаем эту выставку. Выставка пройдёт в рамках «Пластовской осени», которую традиционно соберёт в ульяновских художников и ценителей искусства из всех регионов страны. Фестиваль стартует 10 сентября в день города в 12 часов на площади около Ульяновского областного художественного музея. Ход подготовки к 7-й международной ассамблее «Пластовская осень» обсудили на заседании. В мероприятии участвовали губернатор Сергей Морозов, а также представители культурной сферы региона. Ульяновский театр «Кукол» спешит обрадовать своих зрителей премьерами осени. Одним из основных событий сентября станет показ спектакля «Мюнхгаузен-шоу» по мотивам пьесы Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Спектакль приедет смотреть экспертная комиссия фестиваля «Золотая маска». 16 и 17 сентября на сцене театра продолжится показ цикла спектаклей лауреатов национальной премии «Золотая маска». В этом году к нам приедет Петрозаводский государственный театр «Кукол» со спектаклем «Железо», которая в нынешнем году завоевала звание лауреата в номинации художественного оформления спектакля. Но спектакль интересен не только художественным оформлением, но и качеством постановки, качеством исполнения. «Железо» — спектакль театра «Кукол» Республики Карелия для семейного просмотра. Это история о любви, верности и вечных ценностях, извлекаемых из-под капота автомобиля, главного материального сокровища наших предков. «ЗАЗ-965А» — чудо советского автопрома. «Запорожец» — он же «Запор». «Он же «Зазик». «Он же «Жужик». «Он же «Горбатый». «Он же «Кругленький». «Это ведро с болтами и гайками». «И любили». «И ненавидели». Кроме того, Ульяновский театр «Кукол» представит две премьеры «Петя и Волк» на музыку Сергея Прокофьева и спектакль «Дюймовочка». Горный туризм благоприятен для работы сердца. Полезные качества подобных экспедиций ульяновские кардиологи закрепили собственным примером. Группа врачей совершила восхождение на Эльбрус и покорила самую высокую горную вершину страны — 5 642 метра над уровнем моря. Привычное медицинское оборудование они впервые сменили на ледоробы, альпинистские кошки и фонарики. Новичков в горном туризме испытал на прочность не только ландшафт, но и переменчивая погода. Самым опасным участком маршрута стала так называемая «Косая полка». Здесь экспедиции пришлось огибать гору по узкой тропе на резком уклоне. Собственно, сам штурм западной вершины Эльбруса стартовал с высоты 3800 метров. Восхождение начали ночью. Путь занял около 7 часов. Конечно, это физически достаточно тяжело, потому что это переходы по 15-17 километров в день с перепадом высоты в пределах километра. То есть физически достаточно тяжело. Поэтому, безусловно, для того, чтобы получить в полной мере удовольствие от гор, необходимо быть достаточно тренированным человеком. Ну и важным, конечно, впечатлением от этого похода была, конечно же, та взаимовыручка, которая характерна для людей в горах. К слову, ульяновские врачи в этой экспедиции не раз помогали попутчикам в борьбе с горной болезнью. С собой группа взяла все необходимые медикаменты и баллоны с кислородом, живописные пейзажи, чистый воздух и доброжелательность путешественников. Вот главное впечатление медиков. Уже сейчас они планируют новый туристический маршрут к вершине Казбека. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области 8-13, в Ульяновске 10-12. Завтра днем по области 25-30, в Ульяновске 27-29 градусов тепла. В лесах по востоку области установилась чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В остальных районах 4-й класс пожарной опасности.